Доброй ночи, дорогая церковь! Люблю, обнимаю всех, целую всех. Когда вижу вас, моя семья, просто наслаждаюсь. Наверное, уже понятна тема, которая здесь написана. Сейчас я высвобожу в начале слова, потом скажу. Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее, а найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью. Я благодарю Господа за то, что, вот благодарна Господу этой картину писала, за то, что он достучался до моего сердца, что он нашел меня, что он меня поднял, что он меня привел к себе, что он с такой радостью, с такой любовью ко мне относится. Я благодарю Господа за все. И вот этой картиной хочу сказать, что мы все знаем, что в Писании написано нам, верующим, эти слова. Поэтому те, которые ушел, или те, которые думают, что какие-то проблемы у вас, или какие-то горы, проблем вас окружают, поднимите глаза на небо. Иисус всегда рядом. Он всегда спасает. Он в любой момент, в любой миг, всегда находится рядом с вами. И надейтесь на него, уповайте на него, потому что он любит каждого. Он любит каждого, и каждого хочет спасти, и уже спасает. Поэтому просто я благословляю вас, благословляю то, чтобы всегда уповать на Иисуса Христа. И просто вот сейчас в молитве к Небесному Отцу, я благодарю Тебя за ту любовь, которую Ты просто покрываешь каждого. Я благодарю Господа за Бога нашего Небесного Отца, что Он так возлюбил мир, что отдал Свою единородного Сына, дабы всякий верующий не погиб, имел жизнь вечную. Я благодарю Господь, что Тебя, Иисус, что Ты рядом с каждым, что Ты рядом каждому помогаешь, что слышишь каждого вздоха, каждого слезу Ты утираешь. Я благодарю Тебя, Иисус, что Ты, спасая овечку, спасая каждого, Ты с радостью, Ты радуешься тому, что душа спасена. Я благодарю и благословляю. Благословляю тех, которые отошел, те, которые заблудились и ушли от церкви, хотя знают Господа. Я благословляю, чтобы они вернулись, чтобы они обратно обрели ту любовь, ту радость, ту свободу, ту истину, которую Иисус дает. Благодарю и славлю великие истины, великий верный Иисус. И благословляю Вас вот такой картиной, что Иисус всегда рядом с Вами, и Он Вас спасает, Он Вас любит. Картину держи, потому что Он и тебя спасает и любит, и мы сейчас за тебя помолимся. Леночка, выходи тоже. Я хочу сейчас прочитать из 65 главы Исаии несколько слов. Не будут трудиться напрасно и рождать детей на горе, ибо будут семенем благословенным от Господа, и потомки их с ними. И будет, прежде, нежели они вас зовут, я отвечу, они еще будут говорить, я уже услышу. Вот пусть это слово исполнится в этом году. Все ответы, о чем мы сейчас слышали, да, что они уже высвобождены даже там, где была какая-то заслонка. И чтобы как на церковь, на город, на страну, так и на личные вопросы пришли эти ответы. Чтобы там, где находится душа, может быть, среди вот этих гор, но ты, конечно, молодец, как ты продвинулась в прессовании. Мы очень радуемся. Это первая картина. Красками, да, акриловыми. Это первая, в которой я трудилась, но сама. Вот видите, друзья, так что начинайте. Спасибо, Лариса, спасибо, кто был рядом, кто помогал, кто вот открывал во мне вот такой вот источник. Учителей Бог даст, главное решение принять. Потому что на самом деле, когда, смотрите, когда мы говорим, пять получил даров и десять принес, это откуда пять еще? Вот те пять, которые есть, пускаешь в обороты, открывается что-то еще. Поэтому, если ты думаешь, что у меня даров нет, ты просто пусти в оборот то, что имеешь, и умножишь дары. Поэтому давайте мы благословим. На этот год жизни, дорогой Господь, я благодарна Тебе, что мы на самом деле стоим пред лицом Твоим друг с другом, благословляя и Татьяну, и Елену в их дне рождения. Я сюда присоединяю дочь свою, Анну, потому что у нее тоже в ближайшее время был день рождения. Я благословляю, Господь, тех, кому Ты даешь рождаться, и рождаться для цели. Рождаться для того, чтобы оставлять след благодати, благословения, благоволения, так, чтобы быть руками Твоими протянутыми над бездной, где можно вытащить овцу. Сегодня, Господь, Ты не ходишь по земле отдельно от нас, а Ты ходишь внутри и через нас. Поэтому Ты желаешь, чтобы мы также могли опускать свои руки, опускаться на колени, протягивать руки туда, туда, где люди упали, где они отпали, где оказались в завалах, где оказались, может быть, в самых опасных зонах. Отец, я прошу Тебя, чтобы Ты воспроизводил эти желания в сердцах. Я благословляю и Танечку, благословляю Елену, потому что им Ты даешь новый год жизни. Сколько этих лет, сколько месяцев, сколько дней, сколько мгновений, но пусть во всем этом будет Твоя благодать и благоволение, пусть на всем этом будет Твоя печать радости, пусть на всем этом будет Твое избавление, Господь, из всяких сетей и детей, о которых они молятся, и близких, о которых они их отдатайствуют. Пусть, Господь, каждый встанет рядом и будет ответом на Твои молитвы, которые к Тебе посылались. Я прошу Тебя, потому что Твои молитвы, Господь, были услышаны, когда Ты был на земле, чтобы и наши молитвы были услышаны, чтобы сегодня эта дорога была проложена однажды Тобой, даже там, в Гефсимании, но и наш голос сегодня слышен. Тогда, когда Ты ночами молился, когда ходил по земле, и наш голос сегодня слышен, потому что мы идем по этой же дороге. Боже мой, Супер Плазан, Терри Крапта, Дота Санойзан, и я благодарю Тебя, что Ты сегодня уже сказал это слово. Прежде чем Ты воззовешь, я Тебя уже услышу, и я отвечу. Я благодарю Тебя, Господь, мы принимаем, мы принимаем это слово в действии, мы принимаем в исполнении. И пусть радость будет совершенной от того, что мы увидим детей наших делом Твоих рук, и я благословляю на этот год жизни. Я благословляю каждого особо, пусть никто не рождает на горе, но увидит детей своих семенем, благословенным от Господа. Я благодарю Тебя, что мы можем с Тобой об этом говорить, потому что нам это важно, и нам это дорого, увидеть Тебя творящим, тогда, когда мы Тебя не вопрошали, Ты нас нашел, чтобы сегодня мы могли просить, и Ты отвечал уже о тех, кто сам не вопрошает, но чтобы наш голос не молчал пред Тобой, чтобы ходатайство, оно текло пред лицом Твоим, имело вес и значение. Благодарю Тебя, Дух Святой, благодарю Тебя за принятую молитву, и за утвержденный Дух Победителя и в судьбах Татьяны и Елены, и их потомства, и их детей, и их семей. Господь, мы благословляем, мы говорим, будьте благословенны Господом, будьте открыты для того, чтобы кисть наполнилась соком, кисть виноградная, наполняйся соком, наполняйся соком, куната, бетафлида, бластас, антелелайза, блес, о, хореда тайна, бредас, благодарю Тебя, Господь, за все Твои ответы, Тебе низкий поклон и глубокая благодарность во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Ну, я знал, что у Татьяны сегодня будет день рождения, поэтому я подготовился. Обычно я готовлю такие открытки со стихами из Библии, а вот для Татьяны вопросил, Господи, а что для Татьяны нужно? Вот какое благословение и что вообще? Ну, вот как-то с дизайном открытки я как-то быстро определился, а вот со стихами как-то вот не очень. И вот, знаете, попалась мне вот не стихия из Библии, а просто молитва. Она мне так зацепила меня. Вот он такого следующего содержает. Господи, Боже мой, удостой меня быть орудиям мира Твоего, чтобы я вносил любовь туда, где ненависть, чтобы я прощал, где обижают, чтобы я соединял, где ссоры, чтобы я говорил правду, где господствует заблуждение, чтобы я возбуждал веру, где давит сомнение, чтобы я возбуждал надежду, где мучает отчаяние, чтобы я вносил свет во тьму, чтобы я возбуждал радость, где горе живет. Господи, Боже мой, удостой, не чтобы меня утешали, но чтобы я утешал, не чтобы меня понимали, но чтобы я других понимал, не чтобы меня любили, но чтобы я других любил. Ибо кто делает, ибо кто дает, тот получает. Кто себя забывает, кто добретает, кто прощает, тому прощается. Кто умирает, тот просыпается к вечной жизни. Аминь. А для вас, Елена, честно говоря, я не знал, что день рождения, но Господь подготовил вторую открытку, но с другим содержанием. Это Псалом 33, стихи 9-10, и с 13 по 23 есть. Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на него. Хочет ли человек жить, любит ли благовестие, чтобы видеть благо, удерживая язык своего зла и устасывает коварный слов. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мир и следуй за ним. Очи Господи, Господни, обращенные на праведников, и вошевок воплю их. Но лице Господня против делающих зло, чтобы истреблять земле, память о них. Взывают праведные, и Господь слышит. От всех скорбей их избавляет их. Близи Господь к разрушающим сердцам и сверенных духам спасает. Много скорби у праведника. Но от всех их избавляет Господь. Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится. Убьет грешника зло, и ненавидящие праведников погибнут. Избавит Господь душу рабов своих, и никто избавающих на него не погибнет. Аминь.